Еще один ключевой акцент для экономического блока, который прозвучал из уст президента во время послания, касается импортозамещения. Согласитесь, термин для нас не новый, да и глава государства в разные годы не раз подчеркивал, нужно больше делать самим. Ну а нынче в условиях санкционных войн, так и тем более. Сделано в Беларуси это не просто рекламный слоган и дань мимолетной моде. Это та самая импортонезависимость страны, которую сегодня сложно переоценить. В середине двухтысячных страна достигла антирекорда во внешней торговле. Отрицательная сальдо тогда превысила 9,6 миллиардов долларов. Этот негативный фактор удалось переломить именно благодаря стратегии импортозамещения. О важнейшем векторе белорусской промышленной политики наша авторская рубрика «Площадка». В середине девяностых моя мама иногда ездила на закупы в Польшу. Порой привозила оттуда яркие игрушки, но больше игрушек мы ждали другого. Шоколада, ореховой пасты и копченого сала. Сейчас сложно представить, каким деликатесом это было тогда. Польский гарнитур, чешский сервис, джинсы с ГДР – все это когда-то было малодоступным и очень желанным. Сегодня на наших полках есть все – от привычных овощей до деликатесов. Сыр с плесенью, хамон, осетровая икра – все это научились сами производить и с успехом продаем. И речь не только о продовольствии. Далеко за пределами страны известны белорусская мебель, автомобили, трактора, автобусы, цемент, нефтепродукты. Продолжать можно долго. Здесь важно другое – как это отражается на экономике всей страны. Например, с 1995 по 2010 годы в Беларуси был 12-кратный рост отрицательного сальдо внешней торговли. Именно настолько импорт в денежном выражении превышал экспорт. По итогам 2021-го, когда мир приходил в себя после пандемии, мы заработали на продаже своих товаров и услуг на 4 миллиарда долларов больше, чем потратили на импорт. А в 2022-м прибавили к этой цифре еще 300 миллионов долларов. Безусловно, сам по себе импорт не является негативным фактором, ведь экономическое развитие, как правило, тесно связано с интеграцией в мирохозяйственные связи. Тем более, когда речь идет о Беларуси, стране в центре Европы с открытой экспортоориентированной экономикой. Другой вопрос, когда зависимость от импорта становится критической, когда рушатся традиционные логистические цепочки и рвутся кооперационные связи. А бывшие, казалось бы, партнеры становятся, мягко говоря, недруйственными. Но многочисленные пакеты санкций в отношении Беларуси и России сыграли нам на руку. Они стали тем самым окном возможностей и толчком, которого порой не хватало промышленности. К слову о ней. Почему наша экономика сегодня не рухнула, несмотря на многочисленные попытки Запада ее вывалить? Несмотря на призывы в 2020-м остановить ведущие предприятия страны? Президент Беларуси четко обозначил. Когда говорят о каких-то санкциях, я думаю, слава богу. Слава богу, что увели. Для нас открылся колоссальный рынок. Бери и продавай, что мы, кстати, и делаем. Но пока только на 70%. 30% нам надо добавлять. И добавлять срочно. Это национальная безопасность. В прошлом году мы выпустили импортозамещающие продукции на сумму свыше 27 миллиардов долларов. В этом году можем прибавить 10%. Было бы желание. При этом говорим не просто об импортозамещении, а о создании целых наукоемких направлений. И пока та же американская и существенная доля европейской промышленности остается чрезмерно зависимой от импортной составляющей, мы эту зависимость ежегодно снижаем. В целом, за последние 6 лет производство импортозамещающей продукции практически удвоилось до 27 миллиардов долларов. Ее доля в промышленном производстве составляет более 42%. Для кого-то это просто сухие цифры, но за ними наше с вами благосостояние и благополучие. Я до сих пор помню маму, которая возвращается из Польши с импортным салом. И не хочу, чтобы такое когда-то повторилось. А вы?